Некоторые собаки, может и готовы были бы встать в упряжку, но работа не позволяет. Новое место службы и по совместительству новый дом обрел пес с пряжинской зверофермы. После закрытия предприятия в конце прошлого года местный сторож по кличке Рыжий остался один. Уже под Новый год собаку приютили работники прионежской сетевой компании. Как живется Рыжему на новом месте узнала Наталья Кузьмина. Таким радостным лаем пес по кличке Рыжий встречает своего спасителя Антона Чернышева. Именно он несколько раз ездил в пряжу на поиски собаки. В декабре прошлого года сообщение о том, что на закрывшейся звероферме Пряжинская осталось одно единственное живое существо, опубликовали карельские зоозащитники. Несмотря на то, что предприятие опустело, сторожевой пес продолжал исправно нести свою вахту. Директор прионежской сетевой компании решил спасти Рыжего и отправил на его поиски своего сотрудника. Приехал сначала, собака никак не встретила, я ее не нашел. Я прошел всю эту ферму туда-обратно. На одной из оправок работник сказал, что видел ее днем, оставил контакты. В итоге со мной связались местные жители из Пряжи. Пес ушел с территории зверофермы, он ушел в поселок, потому что, я так понял, его там подкармливали. В итоге собаку все же удалось найти. Его привезли в Петрозаводск, и теперь у Рыжего снова есть и любимая работа, и заботливые хозяева. Работники компании построили для него вольер и будку. И теперь он вместе с коллегой, дворнягой Алисой, охраняет территорию компании. Ну, такой он был немножко угнетенный. Сейчас-то он, конечно, уже подожил, намного бодрее стал. Видно, что пес умный, видно, что не уличный. Работники прионежской сетевой компании уверены, в канун Нового года желтой собаки рыжий пес попал к ним не случайно. Теперь это не просто сторожевая собака, а местный всеми любимый талисман. Она принесет удачу, совершенно точно. Удачу компании, удачу всем сотрудникам. Хорошая, хорошая, хорошая.